МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня утром снова произошел прорыв на большой трубе холодного водоснабжения полуметрового диаметра. Теперь уже на улице Зимина. До вечера приостанавливается водоснабжение Центрального и Первомайского районов города. О ходе ремонта буду информировать. Но скажу сразу, предстоит трудоемкая, а значит длительная работа. Прорыв был обнаружен в полшестого утра, а через несколько часов подача холодной воды была ограничена. В связи с этим властями было решено отменить занятия в школах Центрального и Первомайского районов, а родителям рекомендовано забрать детей из детских садов. В районы был организован подвоз воды. Поручил провести КЧС и разобрать причины коммунальных проблем в Митровграде. Председатель правительства Александр Смекалин и директор облкомхоз Александр Букин по моему поручению направлены в Митровград. Они выяснят, как проходила подготовка коммунальных сетей города к зиме. На 8 часов вечера сегодня назначено проведение заседания КЧС при губернаторе. Я лично проверю, все ли необходимые меры были предприняты местной администрацией, чтобы не допустить аварии. Дмитровградская власть давно должна была взять под контроль управление водоканалом. Водопроводная сеть Дмитровграда уже давно требует к себе повышенного внимания. Например, пострадавшая труба, изготовленная из устаревшего полиметалла и установленная еще в 1967 году, уже давно нуждалась в ремонте. Ее общая протяженность порядка 4,5 километров. Она проходит через две реки, путепровод и железную дорогу. Не дай бог, вот на этих участках она стрельнет, мы сами ничего не сделаем. В этом срочном порядке на сегодняшний день вот этот сложный участок улицы Пройлина, Унице, Зимина, проспект обстроителей, надо просчитывать, уходить от металла, уходить на полиэтилен. На сегодняшний день два дюкера, которые проложены через реку Меликевскую, они сегодня опять же текут, и хозботовая вода попадает и туда, и также засасывается обратно. Поэтому, если возможно, сегодня есть первоначальный план действия. Цена вопроса по замене металла на полиэтилен 43 миллиона 763 тысячи. Данные сметы прошиты, в любом случае к этим работам нужно приступать. Около 300 метров многострадальной трубы планируется заменить в летний период. А пока нужен срочный ремонт, чтобы жителям не пришлось страдать от нехватки воды в разгар отопительного сезона. По словам главы администрации Димитровграда, прорыв устранен. В течение полутора часов вода поступит в дома жителей. Дарья Сударева, Павел Макаров, Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин